Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию, цикл бесед, который у нас называется «Во свете Библии». Вот, Святая Библия. Это не только корочки, можем показать даже здесь. Видите как? Вот она. Смяли первый листок. Это Библия на 77 книг. Издание «Православное». Вот оно где. Синодальный перевод. И открытым оком. Почему я это стал делать? Потому что много читая литературу, вопросы-ответы, начиная с Юрасова, дальше Козлов, отец Максим в Москве, вон там где-то у Татьяны МГУ. Другие слова митрополита Кирилла, теперешнего патриарха Старообрядческого. И всегда я вижу, что ответы не то, что они полные, а бывают абсолютно мирские. Тут главный вопрос в общем. Люди приходят, вопрос это задают не нам. Они хотят знать волю Божию. Я много лет, это 50 лет, нынче 51 год, занимаюсь как проповедник-миссионер с разными течениями, с разными сектами, еретиками, в разных университетах, три радиопрограммы регулярно вел, отвечая на вопросы. Но так как пришлось мне начитывать все 12 томов Златоуста, они на нашем сайте находятся все. Это пока что нигде, насчитывая нету, только на моем сайте. Вот она. К истине, один народ.ру. Вы можете зайти в мейл.ру Игнатий Лапкин. Под этим именем, это мои настоящие имя и фамилия, больше никого нету. А тут вверху там увидите, православный форум Игнатия Лапкина, на сайте. Толкнуйтесь сразу на форуме. 1400 тем. Насколько это подробно будет? Отвечено? Как Господь позволит? Я насчитывал Жития Святых, кое-что пересчитывать пришлось, Творение Святых Отцов, 4 книги Григория Диченко, вы знаете, они по 900 страниц, книги громаднейшие, 5 томов Добротолюбия, там Ефрема Сирина, ну 50 книг только выставлено. То, что осталось у меня, не сожженное в топках КГБ. Это тоже в книге, в одной написано, одна книга, там какая вышла, она как бы автодиграфична. Такой известный священник, есть Николай Балашов в Москве, у патриарха по внешним делам там. Это его и Иоанна Иеромонаха. Вот такая книга, это второе издание. Пришлось мне выпустить трех томик Нового Завета, толкование блаженного фифилакта, вот она идет, где лежит оно. И вот эта книга четвертая, они подарены вместе, вот так четыре, Путину, Медведеву, патриарху Кириллу и многим священникам. Одновременно тут подарили мы 125 священников, получили вот этот комплект четыре. Я начинаю это с того, что почему мне приходится говорить. У меня нет никакого образования. Совершенно. После десяти классов закончил строительный техникум, работал. В органах МВД направили, так как я пролетарского происхождения, отец инвалид войны, безрухий, десятеро детей. Тогда туда набирали, очень смотрели. И до армии работал там, потом армия, подводный флот, ракетные войска освободился. Сложно. Все это было. Я уже на военном билете с бородой был. И в 62-м году, 1962-м, 27 сентября в 17.00 в руки мне попала Библия. То есть Новый Завет. Я стал считать. Это было в доме пятидесятников. Я обратился к Богу. Родившись в православной вере, я по сегодняшний день нахожусь в ней. Хотя, по моему убеждению, я давным-давно уже мог быть и неправославным. Но я знаю, что там, где нет закона рукоположенного священства, там нет церкви. Это главное, наиглавнейшее. И где нет толкования святых отцов. То есть, иначе сказать, патрология мини. А это 300 томов. Поэтому, когда я начинаю отвечать, то есть, я иду уже на отвеченные вопросы. У меня все время внутри голос, как голос звучит, вот задают вопрос, там, каскун такой, если отец Максим отвечает. Три-четыре минуты. Да какой же ответ-то? То есть, пусто. Он бы дал больше, но ничего нет. И вообще ссылок нет на священное писание. Очень заумные речи говорят люди. Мне больно слово говорит патриархия, потому что уже некоторые привязывают. О, он против патриархии. Считайте, что это было 2000 лет назад в Японии. Или в Малайзии где-то. Это к вам не касается. Потому что это Слово Божие. Я отвечаю на основании Библии, потому что я занимаюсь этим 50 лет. На основании святых отцов, канонов, соборов семи селенских, девяти поместных. И на основании святых отцов и житий святых. 12 томов по Дмитрию Ростовскому. Кто пожелает что ответить, у меня на сайте все телефоны выставлены. Я начальник детского лагеря, с нуля строим православную деревню. Это я должен повторить, потому что я скоро заканчиваю этот цикл. Просто у меня времени нет этим заниматься. Вот сегодня тема такая, люди просят, семья. А что непонятно-то? Понравилось? Бери, живи, плоди детей, рожай и умирай. Но я ограничен. То, что в ролик входит 55 минут, дальше он начинает сечь. Ну, у меня помощник покажет, когда заканчивает. Я начну сейчас о семье говорить. Я обычно говорю непописанному. Вот в этих книгах 1300 проповедей, моих проповедей, которые я произносил в храме при епископе. Каждая проповедь, это 20-25 минут на основании Слова Божия. И поэтому я более склонен к тому, чтобы осветить все, и человек ко мне больше не обращался, а сам научился искать ответ. Его не надо держать на привязи. То есть, внутри меня как бы этот голос, что люди пришли не ко мне. Я им должен указать на сокровищницу, и показать вот это, сказанное в Библии, вот это у святых отцов, и дальше на вечеринке считать сам, называй какие книги, какая страница. Так как люди не привыкли слушать, так долго не будут. А вот это меня уже Бог не спросит. Главное, идите, зовите на брачный пир. А кому-то голову разобьют, кого-то убьют. Спроса никакого нет. Спрос будет с них. Потом придет, говорит, и сжег город тот, хозяин. Хозяин это Христос. Поэтому, говоря о семье, я в этой теме все эти, я беру сейчас частичные из своей книги к истинному православию. Ее некоторые архиереи называют настольная книга священнослужителей. Настольная, в подданном смысле. Она не после тех, которые вышли в настольные книги, а она вобрала себя все в них и дала то, что другие упустили. Поэтому, что-то, чтобы ответить, вот это вот сегодня о семье сказать. Это вот 16 листов, я только отпечатал сегодня. Сегодня это 27 марта 2013 года. Итак, без бумажки я бы говорил, но боюсь упустить что-то. Слишком сжатый материал, и на память никак нельзя. Когда я сидел в камере, попутно сказать, со мной сидел преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Одно время он был сдержан даже начальником высшего авиационного училища. Не голова, говорится, а дом советов. Все схватывает. Книги, если 350 страниц, это две книги он на один только читает. Я пробовал проверять его, как он знает. Он отвечает абсолютно точно, чуть не по писанному. Я ему даю прочитать, у меня с собой новый завет был. Я говорю, Анатолий Максимович, вот прочитайте 90-й псалум. Вы можете его законспектировать? Он все мог конспектировать. Он прочитал. Так, дайте еще раз прочитаю. Прочитал, опять полежал, встал, походил. Ну-ка, дайте еще раз прочитаю. Я такого не видал за ним никогда. Прочитал, губами пошевелил, знаете, а он не конспектируется. Я говорю, а почему? Тут такая конструкция необычная. Все предложения связаны. Если я попытаюсь что-то сокращать, я потеряю смысл предыдущего и последующего. Вот какая голова. Ну, не случайно. Преподавал космонавтам, значит, не на помойке жил. А потом узнал, что жена изменяет. Захватил офицера-милиционера, там, и побил его. Ну, а жена на той стороне уже была, это, за Соболева. Ну, и отправили, говорит, в Сибирь стаболей ловить. Итак. Муж и жена сотворены Богом по образу и подобию Божию. Хотя написано, вначале сотворим человека. Поэтому даже иногда спорили на каких-то соборах, есть ли у женщины все то, что есть у мужчины. Тело, душа и прочее. И даже стали насмехаться. Мужчина из чего состоит? Мужчина, ну, тело, душа, паспорт. А женщина, тело, паспорт и платье. Как будто у нее и души нету. Главное, чтобы хорошо выглядеть. Но это присказка. У женщины такая же точно душа. Плоть от плоти моей. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Как бы один это был человек. Мужчину и женщину по образу. Бытие 1.27. Любое человеческое общество при нормальном развитии основывается всегда, при любом строе, на трех столпах. Это первое, вера в святую, в Бога, то есть у нас в святую Троицу. Дальше, семья и частная собственность. Мы верим в святую Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Семья основана на библейских, евангельских заповедях и правилах, канонах, соборов и святых отцов. И частная собственность от трудов своих честных. Богоборческий советский режим все эти столпы разрушил. И поэтому нету ни семьи, ни человека, знающего свое достоинство, ни государства. Все обнищало, разрушилось и развеялось. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу голова Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. 1 Коринфянам 11.3. Жене сказал, умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему в лечение твое. И он будет господствовать над тобой. Бытие 3.16. Я считаю по семейным вопросам, одна книга есть, Льва Толстого, Креслев Рассаната, более полно описывающего, сегодня считаю после слоя, просто я не знаю в литературе, хотя считал несказанно много. Наверное, не пуды, а тонны. Запомните, Креслев Рассаната, тем более она уже экранизирована, там Олег Янковский играет. Чудесно. Так, была она Ева, утлый сосуд, говорит, так она останется. Никакой строй, ее не может сделать другой. Вмука будет рождать. Ни одна королева, ни одна цариса без мучений не рожала. Ну а можно обезболить, это значит не рожать, она умрет. Родовые схватки. Это занаряжено. Можно перенести любую боль, а эту боль не может люди так переносить. Вот кошка смотришь, корова рожает, ну может быть ей там где-то и больно, а на самом деле она щенка одного за другим, собака рожает и все. Женщина мучается, страдает. Но, проходит короткое время, она имеет к нему влечение. Я разговаривал с роженицами, она говорит, был бы муж, я бы разорвала его. Вот на него такая была обида, а почему, говорит, не знаю. Пришла домой, неделя прошла, опять ласкает, говорит, обнимаю и думаю, вот так. Писание это говорит. А невежащая она ничего не знает. Рожает, умирает и не вспомнит даже, что это Бог сделал. Как это внешне выражается? То, что при бракосочетании женщина всегда стоит слева. Это низшая сторона греховная. Как и нижняя перекладина на кресте наклонена в левую сторону. Посмотрите. И на голове должна иметь знак власти над ней. Головной убор. Примолетели и пророчествования. И вот сегодня в школах, всюду, где бы вы ни видели, всегда без платка женщина. Наша она, сестра, была приглашена преодолевать в школе 68-й в Барнауле изобразительное искусство. Наталья Николаевна Приходько, скажу даже. Теперь она в Америке, там вышла замуж с отличием, с красным дипломом, закончившая. Ее ценят, умница. Но она в платке. И не просто так в платке, а по церковному два платка. Помойник и под булавочку, под подбородком. Красавица. Это где бы ее кто не видел, кто пишет. И Марина Владя даже свою книгу занесла. Она там сидит с ребенком и под подпись Мадонна. Но здесь ни на что не посмотрели. Да ладно, у нас директор знакомый. Снять платок. Ученики не могут отойти от нее. Они влюблены в нее. Она рисует что-то, говорит, вот это она рисует. А они глядят на нее и рисуют. У нее маленькое пятнышко здесь под глазом было в то время, что-то после простуды. Так они подходили, еще смотрели, насколько оно сдвинуто, это пятнышко. Такая любовь. Но платок с ними, оно кому мешает снять, это значит, чтобы не молилась. Понимаете, что у сектантов все без платка. Я ни одной почти сектантки не мог увидеть, чтобы она была благообразно одета. То в штанах-то безобразие одно. Я в духе святом. Разберись, какой дух мирской. Если по стихии мира делать, и какой это дух. Я в Аганьке считал как-то. Он у казаков был. И казака все расспросил. А можно вас семейно сфотографировать? Вы же долго жили до Ульяна. И вдруг, говорит, появилась женщина, улыбчивая. Ну, в годах уже. И подошла справа, он глянул. Этого было достаточно, что она мгновенно оказалась, говорит, на левой стороне. А можно я вязанку надену? Можно. А муж сказал. Жена должна быть слева и шашка. Муж глава всему. Это в советское время в Аганьке. Оно звучало превосходно. Она знала. Только глянула, она на своем месте. Слева. А сегодня, как в бракосочетании с женщинам, всегда ставят справа. Почему? Потому что муж подкаблучник будет. Разводится. Детей ей. А вот Кристина Арбакайте, дочь Пугачевой, наткнулась не на русского, а в Чечне-то. И ребенка потеряла своего Руслана. А там обычай другой. На той стороне встал президент. И суд попятился. Почему? Потому что это дружная нация. Суд попятился. Нельзя две жены иметь. Там имеет свободно глава администрации. Об этом говорит не кто-то. А Кадыров. Прямо говорит. Рамзан. Ничего особенного нет. Поэтому, если мы твердо будем стоять за христианские обычаи, они попятятся. Никакая иммунальная инститция не тронет. Она на пороге и сдохнет. У меня племянница училась в училище. На физкультуре только в брюках. Я пошел к директору. Не положено у нас как. Ну, пускай она будет в брюках, но сверху юбка, как всегда. Как положено. Потому наши фотографии за мусульманские иногда принимают. Я с ним поговорил. Живой человек, он сразу сделал исключение. Пожалуйста, пусть будет так. Только не пропускает. Надо твердо стоять на том, что нам дано от Бога заповеданным. У нас сестра одна, Валя Хапилина, из Казахстана. Крестилась, приехала домой. Так носит платочек. И вышла на работу. Она бухгалтером. Ее везде уважают. Но тут начальство взялось. Снять платок. Ну, бухгалтер-то вообще засохшая сидит. Там она не милиционер же, она не врач. Снять. Она уговаривала, она плакала. Уволили. Платок много значит. Очень много значит. Вот как раз это входит в это. Я буду попутно говорить то, что необходимо, на что обратить внимание. Священникам надо исповедовать. Брюки носила дома. Да на даче была. Носила или не носила? Носила. И Петемьяр. Год стоять за дверями. Вместе с оглашенными. Вот тогда был бы порядок. Я тут скоро дам ролик такой, что такое церковная дисциплина. И Анна Тауз говорит, наведи дисциплину. Прекрати службу, священник. Ибо служба, порядок дороже твоей службы. Когда к Василию Великому однажды пришел Валент, еретический император. И посмотрел. Самый беспокойный праздник. Богоявление. Святая вода. Посмотрите, что делается. А какая очередь? Но он увидел такую мертвую тишину. Такой порядок. Это вот так тронуло. Он говорит, такого я у себя нигде не видел. Порядок. На небе. Щильность. Что поразило Тарису Савскую Соломона. Все стройно. Каждый знает свое дело. Жена должна быть слева. Все этим сказано. Ты за нее отвечаешь. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. 1 Коринфянам 11.4.10. То есть Златоуз говорит, ты без платка, посрамление через ангелов посходит до неба. Этого достаточно. Один раз услышал, вот сейчас с кем я говорю. А я когда стал говорить с сектантом здесь, они говорят, ну написано, говорят, тогда пусть стрижется, но я стрижена. Да, Павел имел в виду, что это такой стыд, как быть обритой. Все равно, что без платка. А ей это не стыдно, она за тройку говорит, а мне это не стыдно. Ну тогда понятно все, я отошел. Я-то думал, что ты верующая, ты говорила с первого шага. А вы им говорите на языках, а вы говорите на языках. Да и на других языках проповел на разных кафедрах. А она барматание свое, вот это беснование, называет духом святым-то. Как у Венихина там падают, ползают, визжат. Святой смех. А истина, когда знает человек язык и может на этом языке свидетельствовать, они этого даже не знают. Я попутно это говорю. И далее кавычки из Вселенских соборов. Определяем, никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную, ни носить личин комических или сатирических, или трагических, ни делать того, что принадлежит бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнуть делать что-либо из вышесказанного, если это клирики, повелеваем извергать из священного чина всех охлобыстиных этих. Если же миряне отлучать от общения церковного, 6-й Вселенский собор, 62-е правило. Что, батюшки, они Вселенский собор отменили? Опустили бразды правления, свидетели, только стоят так, свидетели. Как приходят, одетые, крашенные сережками, какие угодно. Всех допускают. И колдунов, и блудников. Ну, такие добрые, любвисты сегодня. Я не говорю про патриархию, нет, нет. Вы просто сами решите, относятся к вам, нет. Я говорю про тех, которые полторы тысячи лет назад были в Португалии, к примеру сказать. Потому что меня связали этим. Как только услышим, что про патриархию говорите, все, ничего слушать не будем. Я понял, вы обречены на проклятие. Пророк один сказал, обличал царю, а царь говорит, кто тебя ставил обличать? Он говорит, я понял. Бог решил обличить тебя, и ты не принял. Бог решил убить тебя. Вот КПСС, и как старобрядцы, никакого обличения не принимают. А они обречены на поражение и смерть. Затклое болото. Там ничего больше нет. Повторяю, шестой вселенский собор, на котором было 630 епископов. Кто может языком пошевельнуть? Сектанты, понятно, люди отверженные. Люди без имени. Деревья дважды умершие бесплодные. Но вы-то православные. Перед вами на страшном суде предстанут эти люди. А во втором правиле, они говорят, это были трубы Духа Святого. На что ты посягаешь? Я обращаюсь к православным. Дальше. И даже ради подвижничества не позволяется одеваться женщине в мужскую одежду, не мужу женскую. В кавычки открываем. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Второзаконие 22.5. Если какая-либо жена ради мнимого подвижничества применит одеяние, и вместо обыкновенной женской одежды обречется в мужскую, да будет под клятвою. То есть под проклятием. Клятво означает. Гаммский собор, 13 правило. Поступающий иначе делает это по воле князя дьявола, по облакнязя в мира сего. Когда начинаешь говорить, и вот выступаете, я слышал там и Кураев, и другие. Зачем говорят, оправдают это? Даже Ост повидел. Ну знаете, а вот у шотландцы, ну идите в Шотландию, будьте еретиками. Что там, православные живут? У вас же иконы висят, посмотрите. Божья Матерь в штанах ходит. Ну посмотрите на всех святых жен. Да как вам не стыдно? Я обращаюсь к тем, кто еще живой. Начинает все оправдывать. Академию заканчивают. Меня спрашивают, а для чего мы заканчивали? Для того, чтобы грех оправдывать. Любой. Если вы будете по строгости поступать, у вас ни одного прихожанина не будет. К нам заходили священники. Здесь приходят из патриархии. И они выходят и говорят, к нас надо в оглашение всех ставить. Какой порядок увидели? Даже шепотом ни одного слова. И все закончилось бы. Чем больше уступают люди беззаконникам? Беззаконники тогда уже наглеют, вверх берут. Они наравне не будут с вами идти. А один раз Господь сказал, а не надо говорить, что а вот эти брюки женские, там у них ширинки нет. Еще бы ширинку наделала. Для чего ты? Ну что? Юбку любую надень. Какой бы разрез ни был спереди, сзади на тебя, все будут смотреть. Ни одного алкаша не заставить ходить в юбке. Его свои алкаши задавят. Или сделаю это папой, мамой. А здесь никакой нужды нет. Я даже был за рубежом, за рубежом, архиепископ Антоний Сенкевич, город Лос-Анджелес. Причащает, я гляжу, бабушка, на голове какая-то сетка надета, крашеная, и видно, что за 70 лет подходит, причащается. А мы с ним дальше едем вместе, в машине. Я говорю, владыка, а как же вы такое причащали? Что вы? Это вдова. Это жена священника. Да не тем ли пащей она должна пример показывать. Развратная Америка дала нам все это. Пакость. Посмотрите на картинах Воснецова, Репина, Поленова, как одевались русские женщины. Заглядение одно. Какие кокошники были у них. Просто гляньте. Пойдите в музей, внимательно рассмотрите. А православным никуда не надо идти. Достаточно пройти и посмотреть на стенах, иконы висят. Ефесянам 2.2 Видали? Горе ожидает мужа и всю семью, где жена, повторяю, не сама, но по наущению дьявол добьется равенства с мужем и любует держать первенство. В такой семье нет Бога, нет порядка, растут дети уроды, с женской психикой, склонной и податливой к греху и ко всему дурному. Бог запретил женам произносить в церкви единое слово. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении, как и закон говорит. 1 Коринфисто 14.34 В книге Исфирь 1.17 повествуется о неподчинении царицы своему мужу. Тогда, тогдашний Верховный Совет Империи издал закон, отстраняющий царицу навсегда от царства, дабы прочие жены всех семей, да простолюдина от князей, боялись мужей своих. И все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Кавычки закрыты. Взаимоотношения мужа и жены кратко выражено, так, в любой ситуации, кроме нарушения супружеской верности, муж должен любить жену так, что если потребует обстоятельства, за жену готова была дать жизнь, как и Христос за церковь. А жена всегда должна быть послушной во всем мужу, и быть безмолвной, если он не нарушает заповедь Божию. А иначе кафедр перейдет к ней. Кавычки. Жены повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водную, посредством слова. Что вы представите себе славной церкви, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и порочная. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, буду двое, одна плоть. Тайность я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. И жена добоится своего мужа. Ефесянам 5.22 «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». 1 Коринфянам 11.8 Таков порядок творения. И когда было провозглашено равенство жены мужу, а в церкви-то венчали, и хотя на ухо, на священник должен был прошептать эти слова, жена добоится мужа. А чего она должна бояться? Это она сильнее его. Она генерал, он сержант, не имеет значения. Боится как бы не оттолкнуть его. Боится как бы не нарушить верность Богу. Всегда на первом месте должно помнить, что мы члены тела его Христова. Вот это главный принцип, который нужно соблюдать. Не потому, что она женщина и слабый сосуд, это все верно. Но главное, что она член тела Христова. А потом однажды даже Павел сказал, чтобы не было препятствия в молитвах. Еще понятнее. Молиться. А жена обижена. Пойди прежде, примирись с нею. Жена была сотворена потом, специально для мужа. Для мужа. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сосчитал, того человек, да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. По любому вопросу церковному везде вот эта фраза, а сначала не было так. То есть вернусь, как было сначала. Начинают поберушек, попрошай, пенчужек, как около церкви. Им нельзя подавать, каноны запрещают. А сначала не было так. Для этого есть правило. Должна быть у них мирная грамота, разрешающая попрошайничьей. Но я говорю вам, «Кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят им ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Матфея 19,4 «И не Адам прельщен, но жена прельщившись впала в преступление». 1 Тимофея 2,14 «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Колосинам 3,18 «Повиноваться, как прилично в Господе, да не порицается Слово Божие». Титу 2,5 «Этот порядок сохраняется до ныне. Муж выбирает жену себе, только бы она была верующая в Господе». Жена связана с законом, доколе же муж ее, «Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». То есть за верующие. 1 Коринфянам 7,39 «И пошло вообще у верующего с неверующим, у овсы и волка. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным?» 2 Коринфянам 6,15 «И не ступай с ними в родство, дочери твоей, не отдавай за сына его, и дочери его не бери из-за сына твоего». 2 Коринфянам 7,3 «Но, если сочетались до уверования, то уверовавшая сторона не должна оставлять остающейся в неверии, если тот желает жить с нею». Это так выражено. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Прочее же, и прочим, говорю, я о ней Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь, призвал. Так я повелеваю по всем церквам. 1 Коринфянам 7, 12, 17. Брат был установлен Богом в раю. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут два, одной плотью. Бытие 2, 24. Дальше кавычки открываются. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига, воздержания, но по причине глушения, забыв, что все добро зело, и что Бог созидает человека, мужа и жену сотворил их. И таким образом, хуляк клевещет на создание, если или да исправится, или да будет извержена священного чина и отвержена церкви. Так же и мирянин. Апостольское правило, 51. И брачное, честное сожительство, почтенно. Гангский собор, 21 правило. Есть веритики, говорящие, что женатому не спастись. Кавычки. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Дабы верные, познавшие истину, ушали с благодарением. 1 Тимофея 4.3. Таких церковь отлучает. Если кто порицает брак и женою верною, и благочестивую, с мужем своим совокупляющейся, гнушается или порицает оную, как немогущую войти в царствие, да будет подклятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой доброты и святости девства, да будет подклятвою. Гангерский собор, правила 1 и 9. Если жена будет внушаться брака и по этой причине оставит мужа, она подклятвует, то есть проклята. Гангерский собор, 14 правило. «Епископ или пресвитер или диакон, да не изгонит своей жены под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина». Апостольское правило 5 и 51. Вот когда человек уверит, уверует в Бога, все у него, то трудно найти более важный вопрос, как вопрос семейной жизни. Правильный выбор жены и мужа. Кавычки открываем. «Родители, которые не учат детей Бога в ведении хуже убийц», утверждает Иоанн Златоуст. Ушинский напоминал, что у ученика уши растут на спине. Библия говорит, «Если у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Не желай множества негодных детей-то и не радуйся о сыновьях нечестивых. Кто любит сына своего, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай шею его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо. Добыстно делавшись упорным, оно не вышло исповиновение тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Серахов 7, 25, 30-й глав, 1-й, 13-й стих. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Притча Соломона, 23-й, 13. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 13, 25. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемым плотскими родителями, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духом, чтобы жить. Евреям 10, 6, 9. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12, 10, 11. Ну и где тут ювенальная юстиция? Наказание общее всем народам, всюду и везде. Без наказания нет воспитания. Даже воспитание у зверей, оно тоже, стакнут и пряник. Метод наказания и ласки должен быть согласованным в меру соразмерно преступлению. И не во гневе, а с разъяснением. Отцы, не раздражайте детей, дабы они не унывали. Колоссянам 3, 21. Далее, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Колоссянам 3, 20. Я знаю, говорит Златоуст, многие презрели бы обещание вечных благ, если были бы свободны от наказания. Потому наказание более содействует спасению, нежели обещание вечного блаженства. И далее, жития святых. Когда император Феодосий Старший решил дать наилучшее образование своим сыновьям, Аркадию и Гонорию, то велел сделать розыск по Восточной и Западной империи, дабы найти такого человека, который обладал бы всей мудрости и мирскую, и духовную. Находил. Вот что, божественно знает, мирского не знает, и наоборот. С великим трудом обрели одного такого, Арсения Великого. Память его 8 мая умер в 1450 году, 5 век. Вот как говорил Феодосий, вручая детей на воспитание, готовя из них двух императоров. Кавычки. Теперь ты будешь им более отцом, нежели я, потому что труднее воспитать, нежели родить. Приучи их к добродетели и обучи их при мудрости, как отец их духовный. Позаботься о том, чтобы они избегали разных юношеских соблазнов. Житие за май месяц. Страница 246-248. Однажды, войдя в класс, император увидел, что сыновья его сидят, а учитель стоит, ну как у нас в школах везде. Он опечалился и запретил так учить, считая их царями. Почему они сидят? Так они же царские дети. Он сказал Арсению, здесь нет царских детей, а то тебе подчиненные, и ты должен строго наказывать их, что если они не научатся бояться Бога, сказал он, то лучше, чтобы они не только не были царями, но прежде умерли, чем позволить им вырасти во зле, на погибель как своей собственной душе, так и прочим душ человеческих. Вот эти, которые устроили перестройку и прочее, ваучеры-то, их как воспитывали? Так, грабить народ, потом грабить и убегать за границу и там помирать где-то? А вот так бы воспитывали, как воспитывал Арсений Великий. Вот этой беды бы не было. Случилось однажды далее по тексту, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгою, и притом так сильно, что Аркадий, уже будучи царем, помнил это наказание до самой смерти, ибо следы розок остались на его теле навсегда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притча 22.15 Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их, и не показывай им веселого лица твоего. Сирахов 7.26 Стыд отцу рождения невоспитанного сына. Дочь же невоспитанная рождается на унижение. Сирахов 22.3 Вот закон, какой был у Израиля, а теперь у некоторых горных народов. Кавычки открываем. Если после брачной ночи не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело. Так истреби зло из среды себя. Второзаконие 22.20.21 А сегодня, если так сделать, то хоронить некому будет. Далее. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Серахов 26.12 Дочь для отца тайная постоянная забота, и по печенье о ней отгоняет сон. В юность ее как бы не отсвела, а в замужести как бы не опротивила. Над бесстыдной дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не остромила тебя перед обществом. Серах 42.9.11 Это по интернетной версии на одну главу надо брать меньше в книге. Про Серахов говорю. Как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, в замужести, чтобы не нарушилась супружеской верности, а сегодня матери сами приводят детей в малютах учиться танцам к учителям разврата. Горе тебе, бедная мать, за то, что ты украшала дочерей твоих в блудодеянии, чтобы они нравились и славились и славились у любовников твоих, которые всегда желали блудодействовать с тобою. Третья книга Ездор, 16 глава, 47 стих. Старшие должны подбирать невесту сыну своему. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозноси сердцем перед братьями твоими и перед сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости погибели великое неустройство, а от непотребства скудения и разорения, непотребства весь мать голода, брать нужно только верующих, только своих. Тавид, 4,13. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть избратила путь свой на земле. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Бытие 6,12,28,1. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. Число 25,1. Не должен быть блудница не должна дочерей израилевых, и не должно быть блудника и сынов израилевых. Таразаконие 23,17. Сегодня эти, которые олигархи, тут женятся, разжениваются, они никакие не евреи. евреи вот какой закон придерживаются. А это кто? Это скаридные люди, которые потеряли свои национальные черты. Вторые родители, свекровь, теща, должны быть посчитаемы. кавычки. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь твою, теперь они родители твои. Желаю слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее, и едно сказал о Тове, возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сары, дочери моей, дабы я возрадовался перед Господом, и вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее. Товид 10.12 И жена берется не для секса, но для деторождения. И ныне, Господи, я берусь ее сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. Товид 8.7 Дальше Девица, вышедшая без благословения своего отца, отлучается от церковного общения на 3 года. Правило Василия Великого 38. Даже она верующая, даже ходит причащается. Правило это действует, его никто не отменял. После смерти супруга или супруги разрешается второй брак, как врачиство против блуда, а не на пусте сластолюбию. Правило Василия Великого 37. И присвятелю на браке двоеженца не должно пиршествовать. Ниакий в Северийский собор 7 правило. Вот они сегодня помещались в церкви, но у него жена умерла. Разрешается. Но двоеженцы отлучаются на год и даже на два. Правило Василия Викова 4. Третий брак это после смерти одного из супругов. Есть и чистота в церкви, но лучше любодеяние и допускается. Кавычки. На троебрачья нет закона. Посему третий брак не составляется по закону. Таковые дела взираем как на нечистоты в церкви, но всенародному осуждению он их не подвергаем, как лучшие, нежели распутное любодеяние. Правило Василия Великого 50-е. И когда их только повещали, ну допустим, у ней тоже муж умер, ну бывает такое, и сразу их отлучают на 5 лет, если третий брак. Василий Великий, четвертое правило 80-го. Четвертого брака нет. Это скотство. Вдову, причтенную в число вдовиц, то есть от церкви снабдеваемую, кормят ее, избрали, апостол повелевает оставить без попечения, если она постигнет за мужем. А для мужа вдовевшего не положено никакого закона. Достаточно дневой эпитемии двоебрачных. Вдова 60-летняя женщина. Если снова восхочет сожительствовать мужу, да не удостоится приобщения святыни, то есть не прищищать ее, доколе не пристанет от страстной нечистоты. Правило Василия Великого 24-е. Кандидат священники кто? Должен брать только девицу, но не артистку. если если она закончила какое-то училище артистка и она девушка, то женится на ней, но священники его ставить нельзя. В жену он должен брать девицу из народа своего, вдову или отверженную или опороченную блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен брать жену. Левит 21-13-14 взявшую супружество вдову или отверженную от супружества или блудницу или рабыню или позоричную позоричную это актриса так называется по-славянски позоричная позоричная все, которые там есть независимо от того заслуженная артистка или нет а такое у нее название епископом ни пресвитером в дьяконы ни кем в списке священного чина быть не может правило апостольского 18-е вот сегодня это ничего ничего не наблюдается все нарушается абсолютно но если жена его впадет в прелюбодеяние он должен или оставить ее или сложить сам кавычки если жена некоего мирянина прелюбодействовав обречена будет в том явно то он не может прийти в служение церковное если жена даже оба жили все хорошо и на жена у него впала в блуд его уже нельзя в священники ставить если же по рукоположению мужа впадет прелюбодействов то он должен развестись с нею если же сожительствует не может касаться служения ему порученного правила неокосерийского собора восьмое у меня знакомый Владимир Диакон очень хороший но его посадили как по политической статье а она вышла замуж но видимо очень любил ее он вернулся и она к нему вернулась по закону этого нельзя делать но он ее принял сан конечно сняли известен еще священник но не иеромонах просто священник он женился заранее сан сложил себя и женился жена жившись иным вновь к первому мужу не может вернуться говорят если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и сделается женой другого мужа то может ли она возвратиться к нему не осквернилась либо этим страна а ты а ты со многими любовниками любодействовала и однако же возвратись ко мне говорит господь Иеремия 3.1 а у мусульман наоборот если они развелись то она не может к нему вернуться пока прежде с чьей-то женой не побудет но сравните с тем законом который дан был евреем и который я сейчас сказал если дочь не воспитывается в христианской строгости то получается жена с чьей портрет на каждом шагу какая она а вот такая кавычки открываем многие совратились в пути через красоту женскую от нее как огонь загорается любовь отнюдь не сиди с женой замужней и не оставайся с нею на перу за вином чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель можно пережить всякую рану только не рану сердечную и всякую злость только не злость женскую соглашусь лучше жить со львом и драконом нежели жить со злою женою злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным как у медведя сядет муж ее среди своих друзей и услышав о ней горько вздохнет всякая злость мало в сравнении со злостью жены жребий грешника допадет на нее что восхождение по песку для ног старика то сварливая жена для тихого мужа не засматривается на красоту женскую непоходстве на жену досада стыд и большой срам когда жена будет преобладать над своим мужем сердце унылое и лицо печальное и рано сердечное тире злая жена опущенные руки и расслабленные колена тире жена которая не счастливит своего мужа от жены начало греха и через нее все мы умираем не давай воде выхода ни злой жене власти не сиди среди женщин ибо как из одежды выходит моль так от женщины лукавство женское лучше злой мужчина нежели ласковая женщина которая стыдит до поношения серах 25 15 23 42 13 видимо потому вот это слышал жириновский то я тех женщин которые несогласные за волосы таскают и бьют принародно и ничего ему нет за это не будь ревнив жене сердца твоего и не поддавай дурного урока против тебя самого чтоб ей не за что было ревновать не отдавай жене души твоей чтобы она не восстала против власти твоей болезнь сердца и печаль стыдливая к другой жене и бич языка ее ко всем прирожающейся движущейся туда и сюда воловье ермо отозлая жена берущей ее то же что хватающий скорпиона большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама кроткая жена дар от господа и нет сыны благовоспитанной душе благодать на благодать жена стыдливая при худой жене хорошо иметь печать а где много рук там запирай конечно речь идет не о сарая а за женой смотри ей говорит пояс столомудрия как раньше делали рыцари уходили какой-то железный пояс замок и все серахов 26 7 40 26 отвращай око твое от женщины благообразно и не засматривайся на чужую красоту серахов 9 8 всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем Матфея 5 28 кто родводится женой своей кроме вины любодеяния тот подает ей повод прелюбодействовать и кто женится на разведенной тот прелюбодействует Матфея 5 31 жены повинуйтесь своим мужьям чтобы те из них которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житие и вы мужья обращайтесь благоразумно с женами как с невочнейшим сосудом оказывая им честь как с наследницем благодатной жизни дабы не было вам препятствия в молитвах 1 Петра 3 1 7 во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа муж оказывает жене должное благорасположение подобное жена мужу жена не властна над своим телом но муж равна и муж не власти над своим телом но жена 1 Коринстом 7 1 4 разведенный до смерти супруги не имеет права жениться 1 Коринстом 7.39 и Рименом 7 глава смотрение на жен это порнофильмы разные открытки считалось равным что иметь на плечах собачью голову житие Пахомия 15 мая сравни 2 Царств 3.8 стыдливость была такой что стыдились показать больное тело врачу Агафия 16 апреля Макрина 29 июля нет ничего страшнее блудного греха говорит святой Нифонт на этом мытарсте блуда после смерти погибает больше чем на остальных 19 мытарстах испытаниях по роду греха пьянство язык убийство там меньше погибает чем на 2 2 3 4 3 6 6 Продолжение следует...